так друзья всем привет позвонил подписчик говорят youtube тут за не опере за ними за ними товарищи мусоришки начинают беспределить поэтому сейчас пойдем разберемся привет расскажи что случилось ничего подсвитка номерами работает может сихря выбили бы еще встать мы можем лапочка приобрели можно вашу посвитку на камеру снимать уже десять раз все объяснили только вы становитесь так чтобы было видно это вы так борзу разговаривали кто разговаривал со мной все так разговаривал молодой гриднев иван владимирович а сколько упаковка все совпадают ваши можно посвичь дай мне фонарь но зачитывайте вслух на ней я говорю покажи мне посвичьи не службова я варю покажи мне не сбокайте но не тыкать имеется а кто-то такой вот и уважение какой-то должен заслужить ну я вас прошу просто нет а я вас прошу выполнить закона полиции 18 статью пункт третий все конфликт будет исчерпан как ваш коробоченко денису алексеев все ой ваше можно можно ваша батрак игору александрович батрак так вы же же были замечены ёптель мобки что что я вы были да я везде в городе харькове замечен вами просто уважаем уважаемые за что вы остановили данное трансферное средство что он нарушил какой пункт в пдд я вам это пояснил я вам еще раз объясняю какой пункт пдд человек нарушил 29 вы раз для справа проводим вы кто я говорю я фахивая вас это не должно закинчив не закинчив вам нужен адвокат он едет сюда адвокат хули ты в но я тебе говорю ты провоцируешь понимаешь потом вы хотите уважение какое-то у мая какого перепугу он будет показать тебе бля свечения воде я висковый стан для чего для чего ответьте мне пожалуйста для чего вы же даже не знаете для чего где вы были марте где вы были в апреле где вы были харькове были я знаю как вы были в харькове я знаю как я был она можешь обосновать ну так а хули ты дадам монаке вы не можете обосновать послушай я каждое свое слово могу тебе обгрунтовать понял ты меня там судом пугал ты меня судом пугал розет справы проводят давай я тебе бы если мы будем по-другому скажи пусть процент починает розет справа суд будет ему суд все давайте берите планшет видео давай пули видео доказы правопорушения 251 статья друзья вот вам банальный пример первый батальон первая рота вот это вот блин ты тут вот это очень который знает понты колотить что так а где вы нормально общаетесь что там они показали я ничего не понял что показали еще можете по вашего движения а ну 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 а что это за те а что это за прибор вот такой любого вида фиксации шо 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 а давайте откроем купа давай откроем пункт акаде я же не предвялся если вам это этого мало все давайте роза срок не мы в суде не будем мы сейчас перенесем дело мы же имеем право вы откажете нет ночью рассмотрим как положено в то же время что это такое в смысле человек обещал вообще отремонтировать а ты его ты ему угрожал его встретить еще раз я его угрожал кто тебе угрожал только что говорили об этом что завтра завтра вот сказал о том что мы с вами вы пообещали устранить я говорю если мы завтра остановим вас и вы не исправите это уже будет как минимум некрасиво а теперь только что сказал где я завтра буду ловить это ты угрожал не он не угрожал никто не угрожал никто абсолютно не угрожал это вас кириленко разбаловала или шо в смысле разбаловала ну в прямом смысле ну вот так вот это вот стоит бляхует вот чисто бычку включает в чем проблема объясните не в чем вы постановление пишите людям за что у нас война мы пытаемся установить его личность общаемся с ним это ДРГ я ж не знаю кто это а что нужно сделать для этого для этого что нужно сделать личность установить как как по нормальному для начала хотя бы а дальше что будет а дальше что будет поедет с Богом с каким не знаю каким выберет это его дело а вы его судьбу решать будете Я сказал ему, что я не буду выписывать, если он исправит, и нормально все будет. А теперь смотри, что ты говоришь. Я сказал, что я не буду выписывать. Если он на месте исправит. Он вообще даже не верится ни за что. А теперь давай мы вернемся к пункту 34. А теперь уже согласно законам. Конечно, конечно. Мы пригласим адвоката на розвязь справа, не переживай. Естественно, как без адвоката. Конечно. Только знаете, в чем это все закончится? Вы обосретесь и уйдете назад. Возможно, возможно. В смысле возможно? Подумайте так, если вам легче. Да мне не легче. Я просто что, ты у меня первый что ли? Полицейский. Откуда я знаю? Ролики вы смотрите все, но откуда я знаю? Ролики, ну да. Ну не надо меня только отпихать, ладно? Я вот стою на расстоянии от тебя, понимаешь? Вы же герои здесь. А как дело доходит до суда, вы обсыраетесь. Ты знаешь вообще, за что ты приехал? Я приехал за человека, который нуждается в юридической помощи. Он не понимает то, что я знаю. Я тебя слышу прекрасно, но мне со слухом все порезают. Ладно. Вечно кач начинается с первым батом. Я тебе еще раз объясняю. Он покажет документы, когда ты начнешь розгляд справы. Уже начали. Начинайте розгляд справы. Одно закрывает. Ну понятно. Розгляд справы, начинайте и все. Начали уже розгляд справы. Так, а ты меня не слышишь. Че слышишь, тут правда. Настоит ли я обоих. Что слышишь? Такой здоровый уже стал, больше чем я. Да. Что слышишь? Ты не сильно здоровый, чтобы быть побольше. Что, что, что? Ты не сильно здоровый, чтобы набрать вес, чтобы быть больше тебя. Говоришь, набрал вес, больше тебя уже. Ну конечно, больше меня. А что с большого? У тебя есть претензии ко мне? Я задаю вопрос просто. Я же тебе отвечаю. Я же тебе отвечаю. Ну. Я тебе задал вопрос, но они меня не ответят. Я же тебе говорю, тебя это интересует очень. Не надо повышать тон. Надо спокойно разговаривать. Потому что можешь нормально разговаривать. Вы же, блядь, формы подевали, вы же деловые. Не выражайся. А то что? Не, ну ты выражайся. Ну а то что? У нас, блядь, блядь, блядь идет в городе. Ну, Иисус. Ну и чем ты занимаешься? Ты орешься? И чем ты занимаешься? Да ты орешься, я орешься. Я понял. Луна, блядь, не повышай. Чем ты занимаешься? Чем, чем? Чем? Ничем. Ничем. Ты уверен? Да. Ты уверен? На 100%. Уверен? В данный момент ты ничем не занимаешься. Вот тут стоишь, держишь камеру. В данный момент я сидел дома, блядь. Сидел дома. Смотрел телевизор. И? Позвонил человек. Остановили мусора. И начинают быковать. Все. Я приехал. Ты изначально ситуацию даже не слушал. Говорить о том, что кто-то быковал. Да я уже с тобой по телефону начал общаться. Ты бычку включил. Почему я вообще с тобой должен общаться по телефону? Объясни мне, кто ты такой? Вот что ты делал? Если бы ты нормально общался, чтобы закончил. Кто ты такой, чтобы с тобой вообще общаться? Ты сотрудник полиции. Какой ты сотрудник полиции? Обычный сотрудник полиции. Ты не понимаешь? Какой ты сотрудник полиции? Не понимаю. Не понимаешь, пойди, не поучи. Не понимаю, блядь. Ты что, быти... Пожалуйста, выражайся нормально. Хорошо. А то что? Да ничего, ты ведешь себя просто так, как подобает не человеку. А ты ведешь себя как мусор. Это твое субъективное. А ты ведешь себя как мусор. А ты заграждай эту улицу. Давайте тонну. А потому что я общался изначально. Как я по телефону общался? Между. на вы культура с кем я изначально общался все было аналогично и вот этим да на вы общался на вы даже не с ней повысил не бля там и понятно ты что камеру не снимал ты забыл как мы с тобой уже несколько раз встречались смысле на камеры а то что в смысле без камеры ты нормально разговаривать не умеешь а я без камеры где я был без камеры ты на краснограде ты сначала был с камерой потом у тебя резко камера выключится начинаешь уходить я его дозорю куда ты идешь нужно ты ко мне пришел а ты в очках тогда был правильно я тогда был в очках я никуда не уходил никуда я не уходил в смысле куда ты уходил еще раз объясняй никуда я не уходил а куда ты начал уходить а что камера не может сесть смотри у меня сколько процентов тут остается ты мне скажи почему ты разговариваешь на камеру как один человек а без камеры ну прямом смысле но смотри если еще раз больше он impossи расснет попадала нормально ну а когда меня письмо valido нормально мне как тебе увеличать еще раз напомним мне как тебе увеличать джавит оглы можно называть живит я тебе еще раса ви так вы exceptions salvar ville ему ESS это не сталкивался тебе 서도 объясню потому что как я объяснял жена академика палова на ситуация с Газелью. И на Краснограде я тебе объяснял. Джавит Аглы это приставка моей фамилии. Точнее, его отчество. А если тебя будут Джавит называть? Джавит это имя моего отца. Получается неправильно. Я тебе уже объяснял. Джавит Аглы, хорошо. Ну не выговаривай. Ну можешь это так понять? Ничего сложного. Ты же поинтересовался ко мне обращаться? Я тебе говорю. Джавит Аглы. Да. Вот я тебе объясняю. Да. Если ты мне рассказываешь о том, что я там куда-то петля или что-то куда-то уходил или мне камера, блядь, задилась. Это человеческий фактор. Это раз. Да это человеческий фактор. Знаешь, в чем дело? Я тебе еще раз объясняю. Вот это тут еще раз объясняю. Я разговариваю так. Фонарем сильно не свети. Я попросил три раза. Ты же человек. Еще раз объясняю тебе. Я без камеры на камеру общаюсь так. Ты не так разговариваешь. Ну давай ты мне не будешь рассказывать. Ты не так разговариваешь. Ты мне не будешь рассказывать, как я разговариваю. Я тебе еще раз говорю. Я вам не говорю, как делать. Мы должны служить по закону. Так мы служим и по закону. По какому? По какому закону Как ты определяешь? Кто определяет по закону или нет? Ну кто определяет?! Я тебе объясняю, кто определяет, законно или незаконно? Суд! Суд определяет! Если ты считаешь, что я делаю незаконно, ты подаёшь на меня в суд! Вот и всё! Знаешь, в чём разница между нами?! Я тебе Campus wins matcher для правилов. То, что мне идёт форму... А тебе похер! Это твоё субъективное мнение! Мне не похер! Поверь, мне не похер. Я не прикопался к человеку просто так. В смысле не прикопался просто так? В смысле? Ну ты хоть отрицаешь, что не работаешь? Вы, блядь, ездите с нарушениями, вам плевать. Ты отрицаешь, что подсветка номера это не нарушение? Отрицаешь это? Нет, это не нарушение. Не нарушение. Мы останавливаемся, а потом в процессе рассмотрения дела, да, мы объясняем причины, да, человек, допустим, говорит, что я проверял, я там замужу, кто тебя действует. Ну, так я вот тебе банальный пример. Со мной не надо так разговаривать. Я тебе еще раз говорю, как ко мне обращаются, так и я разговариваю. Во-первых, я с тобой что бычу, я с тобой разговариваю дерзко как-то. А вы перечи, пожалуйста, так нервы уже. Нет, со мной так разговаривать надо, я тебе уже объяснял. И со мной я не позволю тоже полицейскому разговаривать так, как он хочет, понимаешь? Я с тобой как сейчас разговариваю. А я тебе быканул, я тебя обозвал кем-то? Ты начинаешь мне рассказать, что не надо... Да я на повышенных тонах разговариваю, потому что ваш бык... Я с тобой на повышенных разговариваю, это мой коллега, с которым ты разговариваешь плохо. И что ты пеешь? И что мне теперь сделать, что он твой коллега? Уважительно от... Что это за поведение твое? Он, блядь, говорит. Что он говорил, блядь, мне в камеру? Что он говорил тебе в камеру? Он будет стоять, сколько я скажу, блядь, с хуйня стоять. Кто он такой? Бог. Он Бог. Ты мне скажи, на данный момент, ты здесь кто? Я интересуюсь, без... По КВС в АУЗе право. Покажи просто документ. Он у него интересный же. Он дома у меня лежит. Я вот прикинь, ехал, блядь. А теперь мы прикинем. Даже если вы скажете, не хуй, делай все. Мы придем уже с двумя адвокатами. Не поверь, вы обосретесь. Говори, не надо обобщать людей. Они сказали, мы придем и мы обосремся. Что вы сказали? Вот они втроем сказали. Не надо просто обобщать. Просто понимаешь, ты такой подходишь, блядь, шо ты, а я с тобой. Ты мне хочешь сказать, что ты меня крепил? Тихо, не надо. Если что, говорю, что я тебе крепил. Ну ты такое ощущение, что ты меня доносил, что ты меня крепил. Я тебе не говорил, крепил. Ты меня уже несколько раз снимал на камеру, я тебе объяснял. Еще раз объясняй. Что ты без камеры со мной общаешься, как человек. Потому что почему я так общался, не знаешь? Почему ты так общался, я не знаю. О, видишь, а догадаться не можешь? Потому что камеры не было в аду. Еще раз объясню. Ты без камеры, со мной знаешь, как разговариваешь? Я тебе объясню. Живи-то оглы, я тебе еще раз объясняю. Вот так вот ты уважительно и разговариваешь, без повышенных тонов, и ты мне сказал, я тебя услышал, все, конфликт решил. Да, я тебе скажу еще раз, когда со мной нормально разговаривают, я себе, именно я, Вадим Николаевич, не позволю себе повысить голос, блядь, или оскорбить кого-либо. Ты хочешь, ты знаешь, ты вот на камеру покажешь своим, там, не знаю, кому ты там покажешь. Без камеры, я буду общаться так, как ты заслуживаешь, раз, на камеру то же самое будет. Смотри, объясняю тебе еще раз. Если ты думаешь, что матами, вот эти вот, когда ты кричишь, ты что-то докажешь здесь кому-то, что-то? А подожди, а ты можешь меня матами, матами, что-нибудь мне доказать? Можешь? Я тебе сейчас пример, знаешь, чем ты можешь мне доказать? Я тебе сейчас, я тебе поправлю, знаешь, чем ты можешь мне доказать? Ты можешь меня задержать, ты можешь на меня любые материалы составить, и тебе будет плевать. Знаешь почему? Потому что ты выполнил свою работу. Я, как гражданское лицо, не важно, кто я там, адвокат, журналист, не важно, кто я буду. К сожалению, это и правильно. Ты власть там, ну это все такое. Я тебе объясняю. Я представитель государства. Ты понял, ну вот, ты представитель, ты представляешь какое-то государство. Я, к сожалению, не могу ничего сделать, кроме как выражаться на повышенных тонах, выражать, выражать, выражать. Чего ты добьешься этим? Вот скажи. Мне так легче становится. Если ты подожди. Тебе легче становится мне постановку. Смотри, я тебе объясню ситуацию. Когда, вот это то, что я тебе приводил пример, когда мы с тобой общались. Ты был без камеры. Я тебе объясню, насколько отличается твой разовод. Давай, мы сейчас закончим, а потом я подойду к тебе. Мне вот этот интересует. Может, даже если на пыльце сейчас едет пьяный, да, могу Где-то там еще кто-то. А мы дальше стоим тут и разбираемся, что... Вот в том-то и дело, прикинь, а вот если ты... Не надо влазить в разговор, пожалуйста, я общаюсь с человеком. Можно я влезу? Ну, о чем с тобой разговаривают? Ну, дед, твоя культура речи. А я тебе хочу пояснить, я тебе хочу пояснить. Поясни, что ты поясни? Вот если бы ты начал согласно Купапу, вот именно Купапу, а что ты... Ну, я тебе... Надо уже начать согласно Купапу. Розвит справы, довести, все дологично. В каком моменту начинается розвит справы? В моменту представление особой. Я подошел к нему и представился. Каким ты образом это сделал?